Друзья, всем большой привет! Обычно мы с вами встречаемся здесь для того, чтобы обсудить какую-то новость, связанную с Кладбищем, порассуждать на определенные темы или даже разобрать чей-то пост, но сегодня более значимый для меня повод, а именно я написала книгу. Наверное, перед тем, как рассказывать о книге и рассматривать главы, которые в ней есть, все-таки стоит сделать небольшое вводное слово, такое предисловие, для того, чтобы информация о книге вот так сразу в лоб не шла. Вообще, я всегда очень любила читать чтение, это мое любимейшее хобби. Конечно, раньше я больше читала классическую художественную литературу, нашу и зарубежную. Иногда я, конечно, баловалась какими-то научными статьями в самых разных направлениях, чтобы просто как-то вот свой кругозор расширить. Возможно, это никак не повлияло на мою устную речь, потому что для этого требуется активная практика говорения и участие динамичное в дискуссиях, чего у меня нет, но я все-таки надеюсь, что мне как-то удастся передать то вдохновение, ту атмосферу, ту информацию книги, которую я заключила в своем труде, скажем так. Примерно в 2007 году я начала увлекаться некрополистикой более активно. Почему я помню именно эту дату и веду отчет своей деятельности оттуда, потому что именно в этом году у меня появился некрополистический дневник, возможность сейчас кто-то представить. Такую книгу теней из черной обложки, может, какое-то теснение, там какие-то красивые картинки и зарисовки. Нет, это все выглядело несколько иначе. Это была такая папочка, в которой была тетрадочка, и в тетрадочку были вложены вырванные страницы из других тетрадей школьных, потому что в основном все мной записывалось на месте. Я видела что-то интересное на кладбище или в основном зарисовывала схемы, потому что сейчас мы можем иметь практически о каждом кладбище схему, что где располагается. Так вот, я зарисовывала схему кладбищ, я зарисовывала в том числе какие-то объекты, которые являлись ориентирами на этих кладбищах, потому что вот сейчас тоже мы можем прогуляться по каждому кладбищу. Да, есть какие-то участки в запустении, но все равно мы понимаем, что где находится, а тогда, по крайней мере, там, где я жила, да, все это выглядело несколько иначе, кладбище могли принимать такой облик, что за калиткой находится пролесок с поваренными деревьями, знаете, такой выворотень березы, из-за которой выглядывает обелиск советского характера. Или ты идешь и чувствуешь взгляд как-то за собой, оборачиваешься, а там из кустов выглядывает фотография обесцвеченная, знаете, выцветшие глаза пожилой мужчины, пожилой женщины, и они вот провожают тебя взглядом, как ты не встанешь от этой фотографии. Также у меня есть от моих прабабушек армянские, украинские, русские, белорусские корни, поэтому тоже где-то что-то слышала по поводу оборадики, погребально-поминальной тоже я записывала, где-то по телевизору я услышу, тоже запишу, да кто-то что-то мне расскажет, потому что прогуливаясь на кладбище и, в принципе, с таким контингентом, имея честь общаться, ты можешь узнать что-то новое в плане культов. Я вот записала парочку культов кладбищеевских, и потом со временем, конечно, я их разбирала. Вот, также я хочу сказать, что, конечно, в тот момент был интернет, да, но не было выложено каких-то научных диссертаций или каких-то интересных книг в электронном формате, может быть, они были в печатном, но где-нибудь, знаете, в Москве и в Петербурге, и то, как я узнала чуть позже, что тоже это было какие-то отдельные буклеты и очень редкое издание. Не каждый мог себе приобрести, и не везде эти книги можно было, в общем, найти и купить. Со временем классическая литература перестала быть для меня интересной, я решила весь свой фокус внимания направить на археологию, этнографию, краеведение, естественно, некрополистика, психоанализ и со временем уже кабала. Я все это с упоением читала, но в какой-то момент я подумала, было бы так здорово найти такую книгу, которая, с одной стороны, была бы некрополистическая, с другой стороны, написана художественным языком, а еще было бы здорово, чтобы там было, ну, претерпевание души, да, о трансформации души после смерти, что-то каббалистическое. То есть фантазия у меня разыгралась, естественно, я нигде такой книги не нашла, чтобы все было в одном месте. И тогда я подумала, почему бы мне не сесть и не взять и не написать свою собственную книгу, ведь у меня же есть эти дневники, в которых все это есть. Почему бы не структурировать весь текст и не сделать вот отдельные главы для того, чтобы у меня была возможность взять такую книгу, освежить какую-то информацию в своей голове или вдохновиться, да, и опять куда-то съездить, посмотреть, поисследовать. Я села, начала записывать уже все в электронном формате, да, работать с текстом, иногда я выкидывала все это в соцсети в плане в виде черновиков, и я увидела очень хороший отклик, людям это было интересно, люди делились своими личными историями, либо какими-то эмоциями позитивными на те тексты, которые я писала. И я решила, что тогда следует опять удобоваримым сделать текст для других людей, раз им это интересно, потому что у меня есть возможность поделиться всеми этими знаниями и наблюдениями. И тогда передо мной встала задача сделать что-то золотое середины, то есть не грузить человека, читателя, каким-то депричастными оборотами, какой-то терминологией, чем грешат начинающие писатели, такие как я, да, начинающие авторы. Они начинают вот как бы в первой книге, да-да, это моя первая книга, но я очень много знаю, вот вам терминология филологическая, вот вам еще какая-то, и человек, складывая в свой текст эту терминологию, он никак не раскрывает ее далее. Вот мне хотелось от этого уйти, потому что у меня есть каббалистическая голова, в которой есть терминология, там я пытаюсь более абстрактно ее выразить. Но в то же время я не хотела превращать книгу в а-ля слог Чака Паланика, никакого дезинспекта Чаку Паланику, просто мне не хотелось, знаете, делать будничный какой-то монолог. В его некоторых текстах есть такое фривольное выражение мыслей, и мне хотелось вот золотую середину, собственно говоря, выдержать. Ну что, давайте уже непосредственно ознакомиться с моей книгой. У нее твердая цветная обложка, вообще отказаться от электронной версии книги было мое осознанное решение. В самом начале, конечно, оглавление, у меня пять частей, пять глав, вообще их можно читать отдельно друг от друга, потому что это все-таки не художественное произведение, где сюжет разворачивается постепенно. Но в некоторых частях я все-таки делала отсылки на сказанное выше, для того, чтобы как-то можно было глубинно и обширно информацию свою передать. В самом начале предисловие, конечно, и о моем некрополистическом пути это сделано для того, чтобы в том числе и познакомить читателя со мной, но и тут же для того, чтобы как-то постепенно можно было погрузиться в атмосферу книги. Первая глава, глава о каменных крестах, о моих поездках к каменных крестах здесь, я хотела все-таки сделать акцент не сколько на историю и типологию каменных крестов, которые, естественно, здесь имеют место быть, но и в том числе об обрядовой части мне хотелось рассказать, потому что очень интересно, что именно с каменными крестами очень много бытовало практик народного православия, то есть христианство и язычество, соединенные вместе. Мне даже удалось узнать об очень интересной практике, а точнее о культе кладбищенско-религиозном, в честь которого даже называли целые поселения, представляете? Конечно, они сейчас представляют собой уже урочище той заброшенной деревни, но кладбище имеет место быть, они до сих пор даже почитаются. В некоторых местах я посетила два таких места, два урочища, названные в честь кладбищенского религиозного культа. Душа и смерть в каббалистическом мировоззрении. Так называется моя вторая глава. Конечно, являясь приверженцем Кабала, я решила познакомить читателя и с этой стороной своих интересов. Уровни души и этапы смерти в каббалистическом мировоззрении. Здесь мне захотелось вас познакомить с тем, какие этапы претерпевают душа, какие трансформации после выхода из тела, через призму каббалистического мировоззрения. Это сделано мной и для того, чтобы показать немного духовную часть вопроса, который я рассматриваю. Интересно, что когда я писала эту главу, мне попалось две книги в руки, книги, скажем так, психоаналитического характера. Два врача записывали какие-то сны, либо какие-то переживания душевные своих пациентов, которые находились на грани жизни и смерти, или у них был опыт клинической смерти, или возможно они вот перед смертью практически рассказывали о своих видениях. То есть с одной стороны и немного медицинских заключений, но с другой стороны и немного духовности. Также эта глава мной была здесь написана не просто так, не для того, чтобы как я каббалист и хочу вот рассказать именно каббалистические темы. Здесь дальше будет третья глава, хозяин кладбища. И с какой-то стороны я пытаюсь рассмотреть вот эту тему эгрегориального, эгрегор кладбища, хозяин кладбища, батюшка погостный, именно со стороны каббалиста. То есть мое отношение ко всему этому, и в том числе о хозяине кладбища есть разные версии, в этой главе я пытаюсь через призму каббалистического восприятия отвергнуть одну версию в пользу другой и рассказать в том числе свое отношение к этому всему. Стихии — это четвертая глава. Конечно, я не буду здесь рассказывать какие-то ритуалы и практики, потому что моя книга — это не путеводитель по кладбищенской магии. Здесь я отношусь к стихиям как к первоэлементам, как прообразам духовных и материальных сил, потому что многое идет у нас и с коллективным, и с бессознательным, в том числе какие-то обрядовые практики, связанные с погребением тел человека. Здесь будут рассказаны различные способы погребения, отношения людей, тоже через обряд к смерти и к душе, и к потустороннему миру. Интересно, что когда я закончила эту главу, как я думала, что я закончила эту главу, у меня была поездка в Карелию, и там я увидела на определенной породе дерево некоторые изменения. Я подумала тогда, что это природного характера, и не сделала на этом никакого акцента, и потом буквально через полтора года я увидела фильм на корейском языке. Там, конечно, были русские субтитры внизу, и я подумала, боже, это же один из определенных погребальных обрядов вот именно в этой области. Я тогда пожелела, что я не сделала фото, и на утро я поехала... Это была зима, было снежное, холодное утро. Я поехала в одну часть, в бывшей части Ингерманланди, где вот на такой породе дерева тоже должны были быть некоторые, скажем, изменения, которые относились именно к этой обрядности. К удивлению я нашла, и я помню, это испуганные, просто испуганные глаза сторожа, потому что было раннее утро, тогда еще было темно, я в черном пальто, по пояс в снегу, гуляю, читай, по заснеженному кладбищу в поисках вот таких вот деревьев, но я их нашла. Пятая заключительная глава. Сон как маленькая смерть, смерть как вечный сон. Из-за того, что я веду не только некрополистический дневник, но и дневник сновидений, я решила поделиться все-таки с читателями некоторыми своими сновидческими сюжетами. Но это не просто какие-то мои рандомные сны, здесь сны связаны именно с кладбищем в определенном состоянии, а именно в затопленном. Про затопленные кладбища у меня целая серия снов, которая идет из года в год, скажем так. Я являюсь все-таки больше, наверное, представителем юнгианской школы, что касается психоанализа. Конечно, звучит это, наверное, как клише, но что есть, то есть. Конечно, другие сновоположники психоанализа для меня тоже весомые фигуры, но как-то сложилось так, что юнгианство мне ближе. В своей книге я рассказываю сюжеты своих сновидений, связанных с затопленным кладбищем, и в том числе интерпретирую их. Я не только интерпретирую свои сновидения, что и вы можете сделать, если вам эта тема интересна, но я рассказываю о некоторых кладбищенских практиках или обрядах, которые связаны именно с той темой, которую я раскрываю, или с теми символами, которые я раскрываю в этой главе, для того, чтобы продолжить всю нить повествования моей книги. В самом конце вы увидите страницы, которые вы сможете сами заполнить при вашем желании. Это страницы для заметок. Вы можете выписать что-то интересующее вас из всей книги, или можно какие-то страницы определенные выделить. Можете дополнить меня или, в принципе, оставить их чистыми. Все по вашему желанию. Конечно, не все черновики были задействованы в мою книгу, потому что некоторые темы все-таки еще невозможно преобразовать в хорошую, достойную главу. Мне нужно будет съездить еще на место, посмотреть, пофотографировать, почитать еще, поискать информацию, чтобы затем можно было бы уже с вами этим всем поделиться. На самом деле, с большим удовольствием держу эту книгу в руках. Когда я делала снимок этого каменного креста, я сразу поняла, да, именно его я хочу на обложку. Так что держу книгу с удовольствием и надеюсь, что и вы будете получать такие же эмоции, когда будете держать эту книгу в своих руках. Я думаю, что я оставлю в закрепленном комментарии и в описании под видео все ссылки, как и где можно будет приобрести мою книгу. Большое спасибо за внимание. Буду очень ждать, с большим нетерпением, ваших отзывов о книге и, в принципе, вообще любых комментариев, ваших мыслей на сей счет. Большое спасибо за внимание и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!